Я самая бедная из турецких блогершев! Привет, мои хорошие! Мои друзья верные! Как у вас дела? Как погода, как жизнь вообще? И в частности, чем занимаетесь в пятницу? Ну, рабочий день, естественно, а вечером уже будете непосредственно, да? Каждый на рабочем месте, на просторах. Чем я занимаюсь? Хлеб решила испечь, муки-то. Очень много, скажу культурно. И кофе с молоком. Уже остыл, блин. Капусточку доедала, салат. В общем, цельнозерновая пшеничная мука. Все на глаз. Хлебопечка есть у меня, да, ребят? Все на глаз. Маслица чуток. Дрожжи я уже положила, пачечку сухих. Покажу, что получится. Сахарочка. Чайную ложечку. Сольки. На глаз, ребят, все. Все. Что еще? И вода тепленькая. И так не делаете? Я делаю. И вот так вот. Оно там, естественно, там есть это, винчик, он замешит. Ну, я должна же консистенцию проверить. Что тут у меня? А то давно не такого забыла. Я же все на глаз. Все, ребят. Хороший хлебушек будет у нас. Сейчас поставим. Оно там все за месяц. На три часа я ставлю. Через три часа будет хлебушек. Там и тесто и подойдет, и за месяц все. Просто я вот здесь смотрю. Все, ребят, здесь отлично. Вот такая тема была интересная. На стриме была. У Веры. У Веры на стриме. Просто жить. Все же вы ее знаете. К ней поступило такое. Ну, в общем, комментарий у нее был. Типа, меняй название. Своего канала. От канала, у которого точно такое же название. И вот она просит совета, в общем, что ей делать. Ну, и там начали, в общем, это писать. Ну, и я пришла тоже. Куда же без меня-то? Правильно? Сейчас я это поставлю, ребят. В общем, я в описании под видео оставлю ссылку на этот стрим. Кому интересно, кто там что советовал, что непосредственно. Я советовала Верочке. Зайдите, посмотрите. Лечь не об этом. Вера спрашивает. Ну, естественно, она меня знает. Я ее знаю. Она живет. И где я живу? Ну, подружки тоже. Куда деваться? Е-мое. И, в общем, она говорит. О! Что-то говорит. Ну, она юморная тоже такая, тетка. Она говорит. Столько в Турции есть блогеров. Турецкие блогеры. Да? Я что же? Турецкие блогеры. Е-мое. Все, говорит, так. Все красиво. Все хорошо. Одну и тебе, говорит. Одна ты, в общем, бедная. Что, говорит, такое? Почему так? Я, говорю, я пишу. Ну, она говорит, а я пишу. Я же в чате. Я говорю, ой. Наверное, по молодости не к тому прилипло. Прилипло. Они-то все, говорю, молодожены. Хоть и порою моего возраста, но тоже же считаются молодожены. Правильно? Возраст для молодожен. Не важно, сколько тебе лет. Раз замуж вышла, неважно, в какой раз и в каком возрасте. Вот, недавно вышла, значит, ты молодожен. Правильно? У всех, говорю, розовые очки. А у меня, вот, видите, какие очки-то уже. Тоже очки. Без очков-то не вижу. Вот, у вас сейчас плоховатенько вижу. Я говорю, наверное, это без розовых очков живу. Ну, говорю, и агония, и воду, и медные трубы, все со своим турком прошла. А куда же без него? А где мы с ним, говорю, только не зажигали со своим турком-то? А они, говорю, только начали жить-то. Приехали, она все готовая. Какая подсчет-то она там у него, жена уже. Вторая, вторая, третья. Я не говорю, что Гарен, она в Гарен попала. Нет, ни в коем случае. Просто и эта женщина развелась, и тот мужчина развелся. Встретились на интернетных просторах, познакомились, понравилось. Она приехала к мужу жить. У мужа уже. Все есть. У того дети выросли, у этой дети большие. Понимаете? А мы-то со своим все с нуля начинали. У него чемодан, и у меня маленькая котомочка. Вот с этого мы все и начинали. Детей поднимать еще надо. Поэтому как-то так, ребята. Бедная я, в общем. Турецкий блогер. Я самый бедный. Показываю все, как есть. Ну, кому нравятся розовые очки, пожалуйста. Я же не это, не держу никого. Показываю все, как есть. Я местный абориген, понимаете? Хожу в магазины бедные. Питаемся морковчой. Да вот пряниками. Дай бог здоровья. Моим подписчикам. Рецепты присылают. Да я на эти рецепты кормлю все свое семейство. Так что. Бедный я. Турецкий блогер. Вот так вот, ребята. Обнимаю вас. Не знаю, поняли вы меня, не поняли. Что я хотела до вас донести. А то одна пишет. Ну, обычно же плохие комменты кто пишет? Под скрытыми аккаунтами. Хрен поймешь, кто это. Порой и не разберешь, мальчик это или девочка. Правильно? Напишут, типа, я умная или умное, не знаю, кто оно. Да, девочка, мальчик. В общем, подколет и дальше пойдет. А я это люблю, знаете, как комарик. Оп, ущипнул и убежал. Муж на кухню просится. Пойду, ребята. Тарелок здесь много мальчишки оставили. Завтракали. Буду мыть сейчас до этого. Хлебушек через три часа будет? Покажу. Давайте, обнимашки вам. Привет вам от бедной блогерши из Стамбула.